Знаете, Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы нам путь показать, да? А узнали мы этот путь? А идем ли мы по этому пути? Многие даже зная Иисуса Христа и Господа, к сожалению, не идут этим путем, который Господь пришел и показал. Мне хочется, чтобы каждый из нас задал один маленький вопрос себе. И я его себе в первую очередь задаю, поэтому как бы транслирую для вас. Чем занят мой ум, когда я ничего не делаю, либо делаю что-то наедине с собой, когда мне никто не мешает. Например, еду в машине или сижу за рабочим местом, выполняю работу какую-то уже машинальную, готовлю, есть, жарю. О чем я думаю в этот момент? И я думаю, что если мы подумаем, проанализируем, то мы поймем, что очень мало мы думаем о вещах, связанных с Господом, связанных именно с Ним. У нас в голове у кого контрольные, у кого как накормить ребенка, как его забрать, у кого как сэкономить деньги, у кого как заработать побольше. И, ну, в общем, разные варианты. С чем мы засыпаем, с какой мыслью мы засыпаем, о чем мы думаем. Думаем ли мы о каких-то таких насущных, важных проблемах или размышляем о нашей суете. И встаем мы опять же с этими же мыслями. И хорошо, когда христиане еще умеют находить время для молитвы. Тогда мы хоть немного можем переключиться и как-то себя настроить на другое размышление. А у кого не заведено в семьях молиться регулярно, то вообще отсутствует возможность размышлять о Боге. Знаете, я заметил, что мне кажется, что многие даже боятся тишины. Я езжу на машине и очень редко слушаю музыку, как правило, я езжу без нее. И мне это позволяет думать о разных вещах. Не скажу, что всегда о горнем, но я говорю, что мы должны научиться быть с тишиной и жить с тишиною. И как раз там искать Господа, в своем сердце ковыряясь, разбирая полки, делая порядок в нем. Для того, чтобы стать ближе к Богу. Знаете, меня вчера, быв на общениях, семейным меня вчера впечатлил этот ролик. Я фильм этот ни разу не видел. Вообще я мало советских фильмов смотрел, когда по-мужски рассчитал цену жены. Да, мы помним этот вопрос, сколько она оказалась, стоит. А знаете, когда мы переводим некоторые вещи в цифры, то мы как-то начинаем гораздо лучше ценить. Потому что то, что достается бесплатно, мы думаем, оно стоит 0 рублей. А если так уж подумать, то кто-то за это заплатил. Кто-то за это заплатил в любом случае. Если мне даже подарили, к примеру, автомобиль, да, он не бесплатен. Но в материальном понимании я должен понимать, что он стоит сколько-то, и за него кто-то заплатил. Так же, как и за нашу жизнь здесь, на этой земле, она существует не без Бога. И за нашу жизнь кто-то заплатил. Посчитайте, пробуйте посчитать, сколько она стоит. Хотя бы нашим мирским пониманием. Знаете, мне вот наткнулся на такую статистику, или, как сказать, размышления одного человека. И он как бы говорит о себе, я посчитал. Ну, это не я считал, это он, поэтому вы не воспринимаете, как я. Знаете, если мы три минуты ежедневно в своей жизни кому-то рассказываем о Боге, то получается, за один год мы говорим о Боге всего лишь 18 часов. То есть это даже менее одних суток мы посвящаем тому, что мы рассказываем людям о Боге. Если мы посвящаем 15 минут в день молитве, общению с Богом, а я боюсь, что даже и этого у нас не наберется, то получается, что в год мы посвящаем Богу 3,8 суток. Так, чуть-чуть. Если мы посещаем группы, это по 2 часа в неделю, то получается 4,3 суток в год. Итого, если это все сложить, то получается, что мы Богу в год отдаем не более 10 суток чистого времени. Как это говорится, есть брут, то есть нет, то вот чистое время, нет, то 10 суток из своей жизни мы отдаем сугубо Богу. А теперь давайте сравним то количество времени, которое мы тратим на наши физические потребности. То есть есть вещи, связанные с потребностями. И знаете, я пошел, там человек рассуждает немножко в другой хронологии, но я немножко как бы с конца пошел. И для меня просто это, скажем так, важно, наверное, для вас. Сколько мы тратим времени, сидя в социальных сетях и интернете не по делу? Мы сейчас будем говорить не вообще, потому что есть время, которое оно необходимо. Кому-то для работы, кому-то для чего-то, не по делу. У нас есть тысячи друзей, с которых мы общаемся, которые мне написали что-то, и я должен ответить, потому что я три часа пишу все эти вот сообщения. Смотрю ненужные посты, пересмысливаю. Хорошо, когда мы смотрим что-то полезное, хоть что-то откладывается. Так вот, это где-то три часа в день. Уже все ученые доказали, что три часа в день, это получается 45 суток в год. Если сказать деловому человеку, что у тебя есть 45 суток, то он за эти 45 суток, если в рамках бизнеса говорить, он сделает невероятное. Это огромное количество времени. А если посчитать на нашу жизнь, то мы общаемся с гаджетами нашими где-то в районе 20 лет. Мы на сон тратим 28 лет и где-то чуть меньше тратим жизни, посвящая интернету и тому подобное. На сон мы тратим, если спим 8 часов, а если спим 9-10, уже больше мы тратим. Но знаете, как это там человек приводит статистику дальше, мы съедаем где-то тонну пищи в год и тратим на это полтора часа ежедневно. Если это все помножить, мы где-то в районе 10 лет тратим на обеды, на ужины. Но я соглашусь, есть вещь необходимая. Сон нужен. Это необходимость. И Бог его создал. И 8 часов в день положено. Хорошо, потому что, чтобы была сила в организме, среднего человека берем. Но когда я начинаю понимать, что мы тратим 45 дней в год на то, что не нужно, и 10 дней всего лишь на такой мизер, то как-то начинает совесть грызть. Но как-то это неправильно. Может быть, я не хочу урвать время ото сна, соглашусь. Питаться надо тоже, но в меру. И недолго. Полтора часа в сутки нормально. Да, три раза как минимум или четыре. Но я к тому, что говорю, но есть вещи, на которые мы тратим очень много времени. Знаете, мужчина в год, у него за всю жизнь тратит на бритье 45 дней. То есть, если он будет меньше бриться, за исключением тех, кто не бреется, они умно поступают, они экономят время. А я подумал, а сколько тратит женщина на макияж? Если я бреюсь за пять минут, то сами понимаете. Куда мы тратим время? И получается, что зря. Мой призыв как раз сегодня. Говорю, почему-то меня эти цифры впечатлили, и вчерашние, и сегодняшние, и может быть, кого-то впечатлят. То есть, возможно, вы будете читать Библию не 15 минут, а 20. И, возможно, мы будем хоть, ну, как бы хоть на чуточку прибавим. И сегодня мой призыв звучит не к тому, чтобы вы перестали пользоваться социальными сетями, и те три часа сэкономленные тратили на сон, на еду, на работу. Нет. Я говорю, человек, который деловой, бизнесмен, он всегда ищет время, потраченное впустую, не приносящее прибыль, и пытается его перераспределить. Это называется менеджмент, управление. Мы с вами, управленцы своей жизни, Господь нам это предоставил, функцию. Не он управляет, а нам он позволил управлять. Он показал нам путь. А мы уже распределяем то время, которым обладаем. У нас есть ресурсы, силы, возможности. Так вот, сегодня как раз призыв не звучит, не пользоваться интернетом ради того, чтобы быть более чистым, благим, менее грешным, я не знаю, как это правильно сказать. Но для того, чтобы мы, оторвав хоть чуточку оттуда, переместив время в другое место, нашли возможность больше прославить Господа. Если хотя бы на 10% будет сдвиг, я думаю, это будет уже результат большой хотя бы у некоторых людей. Собственно говоря, это все, что я хотел сегодня сказать, потому что я был сам под некоторым впечатлением. Поэтому вот так вот. Цифры, есть цифры, математики с математикой, с ней не поспоришь. Поэтому это жизнь, это реальность. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!